Привет! Сегодня рассмотрим Deformer Morph в программе Cinema 4D. Не тупя применяем Morph к сфере и ничего не происходит. Идем в атрибуты Deformer и здесь атрибут Tag Morph, который говорит нам «Закинь в меня Tag и Deformer сработает». Окей, спорить с атрибутом не будем. Выделяем нашу сферу, топаем в меню персонаж, где выбираем пункт «Добавить морф точек». Еще мы можем пойти другим путем. Для этого правой кнопкой мыши жмем по объекту в менеджере объектов и топаем по пути теги персонаж, поза морф. Сразу же замечаем, что у нашего объекта появился тег позы морф. Именно этот тег нам и требуется поместить в атрибут тег морфа. Делаем это и даже дергаем ползунок интенсивности, но ничего не происходит. Это все потому, что мы, добавив к объекту тег позы морф, должны его как-то настроить. Потому переходим в атрибуты тега. Настройку данного тега достаточно много, но разбирать их все мы не будем. Ну или будем, но точно не сегодня. Дело в том, что данный тег принадлежит модулю персонажной анимации и разбирать его в рамках этого самого модуля имеет смысл. Но не в рамках разбора деформера. Потому вкурим базовые моменты, нужные для работы деформера. И на этом хватит. А базовый принцип таков. Тег запоминает исходное состояние объекта в одном или нескольких выбранных режимах и запоминает итоговое состояние объекта также в одном или нескольких режимах. Затем мы можем с помощью тега настраивать морфинг или изменения формы объектов в промежутке между исходным и конечным состоянием. Так как мы, рассматривая деформеры, стараемся придерживаться темы моделирования объектов, то выберем режим точки. В результате появляется вкладка тег, где мы и задаем настройки. Тут у нас есть исходная поза и конечная поза. Выделяя ту или иную позу, мы настраиваем позиции точек объекта в этой позе и тег их запоминает. С помощью атрибута интенсивность мы настраиваем морфинг или иными словами изменение формы объекта между стартовым и конечным положением. Переходим в деформер и видим, что под флагом цели у нас появилась та самая поза из тега, таская ползунок рядом с которой мы все так же настраиваем морфинг. Собственно в этом и заключается работа деформера. Также тут у нас имеется почему-то нерабочая настройка интенсивности и непереведенный чекбокс Apply Base Pause, что переводится как применить исходную позу. Постичь назначение этого параметра мне так же не удалось, потому если ты сумел это сделать, пиши об этом в комментариях, лучший ответ будет закреплен. Разбор вкладки ослаблений смотри в видео по ссылке в описании на 2 минуте 54 секунде. И прежде чем попрощаться с тобой, хочу сказать следующее. В теге позы морф мы можем добавить сколько угодно поз, но деформер будет работать только с той, которая выделена в этом самом теге. Вот и живи с этим как хочешь. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok